Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И я сейчас решил записать видео, столкнулся с очень интересной информацией в интернете. Эта информация не наша, не лаборатория психологического обеспечения и даже не совсем новая информация, но крайне-крайне на мой взгляд интересная. Это информация 2019 года. Методика ММПИ, которую вы сейчас видите на своих экранах, она безгранична. Обратите внимание, крайне интересные графики. В норме диапазон Т баллов находится на этом графике от 30 до 70 Т баллов. Это является нормой. Мы знаем с вами, коллеги, что если показатель превышает границу 70 Т баллов по какой-либо шкале, или же наоборот низок, слишком низкий в отношении 30 Т баллов, то есть если ниже 30 Т баллов. Одним словом, на графике вы сейчас видите диапазон нормы от 30 до 70 Т баллов. И эта информация крайне интересна. В том случае, то есть о чем идет речь. В том случае, что даже если мы видим с вами как бы, как бы нормативный профиль, не выходящий за рамки 30-70 Т баллов, он все равно может указывать на ту или иную клиническую патологию. В данном случае, обратите внимание, приведен нормативный профиль, невротический профиль, подавляющий профиль, но он снижен очень сильно, и психопатизированный профиль. По старинке молодцы. То есть я вот до сих пор дискутирую с коллегами, как у нас сейчас в МКВ-10 принято писать, это социопатия, но мне ближе, может в силу школы своей, когда мы еще в институте только учились, речь шла о психопатизации личности. Бывают два типа психопатов, да, возбудимые и тормозимые, если их обобщать. Но не важно, сейчас речь не о психопатах. Я хочу в этом видео подчеркнуть, у нас было такое видео неоднократно, вы можете посмотреть в истории на нашем канале, видео по этому поводу очень много, где приведены профили по разным нозологиям, то есть совершенно разные, невротические профили и психопатизированные профили и так далее. Мы рассчитываем в лаборатории, очень внимательно это делая, коэффициенты аппроксимации, то есть куда стремятся общие какие-то выборки по мужчинам, женщинам, понятно, по гендерным различиям, по различного рода профессиям, уровням образования, образования, возрастам. Такие видео на канале есть, их несколько десятков. Кому будет интересно, может промотать в историю, посмотреть. Может быть там год, два, три назад вот такие мы расчеты делали. Но вот этот профиль меня очень заинтересовал, по той причине, что здесь именно указана норма, но в пределах нормы рассчитаны профили невротический, психопатизированный профиль, нормативный профиль и так далее. Крайне интересная информация. Это, собственно, то, с чего я начал. ММП безграничен. То есть, с одной стороны, мы как бы видим профиль нормы от 30 до 70 баллов, с другой стороны, даже в нормативном профиле, я повторюсь, это очень важно, даже в нормативном профиле мы можем с вами вычленить те или иные психопатологии, да, то есть, по нозологиям даже их определить, там, то есть, это невротик, психопат, ну, или еще кто-либо, шизофреник и так далее. Такие исследования, к счастью, проводятся. Меня это радует, воодушевляет. Повторюсь, это исследование 19-го года, но, на мой взгляд, крайне-крайне интересно. Я прочитал эту статью, она очень интересная, ее можно использовать в качестве примера того, как мы интерпретируем нормативный, именно нормативный профиль. Это удивительная информация, то есть, внутри нормативного профиля, в пределах нормы, вернее, от 30 до 70, мы можем с вами наблюдать патологию. И это крайне важный аспект методики ММПИ. Она очень-очень информативна и, пожалуй, является самой важной методикой для оценки какой-то психической патологии. Очень интересно. Столкнулся вот с такой информацией и просто не смог не заснять для вас видео. ММПИ наше все. Мало какая другая методика, да и практически и нет, может сравниться с методикой ММПИ. Повторюсь еще раз только с методикой, рассчитанной Березиным. Не мини-мульт, не сопчиковский вариант 566, а именно на 370 центов утверждений Березина. Вот этой методикой можно и нужно пользоваться. Не ошибитесь в выборе инструмента, которым вы пользуетесь. То есть, инструмент должен быть заточен, острым и четко отслеживать то, что он должен отслеживать. То есть, он должен быть валидным. И только Березинский вариант на 377 является валидным. Вот такая вот для вас интересная информация, уважаемые коллеги. Посмотрите, почитайте, погуглите. ММПИ безграничен. Его можно изучать всю жизнь. Как, собственно, это и делал Березин всю жизнь. Занимался только одной методикой. Собственно, на этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok